Марис Ильич, а какое Ваше отношение к удыгейцам? Знаете, различные отношения. Мне их жаль. Мне страшно жаль, мне страшно тоска по ним происходит, потому что наша цивилизация, я имею ввиду цивилизация потребителя, коснулась и их. Ведь они всегда жили каким путем? Поймал столько, сколько ему нужно. Убил столько, сколько ему нужно. Набрал столько, сколько ему нужно. Он понимал природу, природа понимала его. Но когда пришли другие, в том числе и наши, я имею ввиду русские, многие из них берут как можно больше, как можно скорее, как можно сейчас взять, взять, взять. Пришел, скажем, городской человек-потребитель. Вот. И все. Не желающий понять тайгу, не желающий ее любить, и желающий пойти на какой-то компромиссный. Нет. Особенно страшно сейчас, когда используют на это вертолет и всю технику, чтобы только взять. Вот в этом отношении многие из Удагейских ведь видят, что им надо выживать. что пушнина перестала цениться сейчас, что дары тайги перестали цениться, потому что их вытесняют иностранцы. Вот это все то, что сейчас поставляется по законам рынка. Раз это им надо выжить, а как выжить? Они вынуждены тоже хватать, тоже губить природу. То есть они усваивают то самое плохое, что привнесли мы. Вот, скажем, ну не мы лично, но то, что принесло, то, что принес другой человек, человек, не знавший тайги, не родившийся тайги. Совершенно верно. Они разрушают сами себя. Сами себя. Бомбу, так сказать. И знаешь, что как у нас получается, ведь я учил их совершенно и в этом. Вот они приходят ко мне. Сейчас, один этот момент, Борисович. Вы были учителем именно в Сиине, в первом Удагейском поселке, да? Да, по Бикину, в этом, не первым был, он был второй. После? Да. После революции, после всего, это был второй, был в Медных Теса. Да, потом в Сиине, вот в Сиине я жил самые счастливые мои годы. Там еще были остатки, вот от первобытного коммунизма, так называемого. Когда двери не запирались, когда друг друга выручались, и когда так любили все делать, все общая, вот я говорю, что это было их природное. И потом постепенно это начало вытесняться в какой-то степени под другим влиянием потребительства, под влиянием систики. Другой психологический? Да, психологический. Так вот, я и с любовью вижу, именно поэтому, чтобы остановиться, чтобы жить вот так. Вот они мне говорят, Борис Антонович, вы же нас не этому учили. А к чему? Вы учили нас справедливость, а нас заставляют жить и окружающие люди вот делать не то, что нужно. А как дальше? Вот как дальше? Кто мне подсказ в этом отношении? Как, кто рассказать? Где я смеюся на том, что было? Ведь мы ведем к катастрофу гибели природы.